Мы находимся в главном научно-исследовательском корпусе Санкт-Петербургского политеха. Сегодня здесь начал работу 17-й форум СМИ Северо-Запада. Волокотская область является постоянным участником этого медиафорума. Сегодня состоялась презентация регионов, она прошла в необычном формате. Главной темой презентации были национальные проекты. Вот мы говорим о национальном проекте, как это важно. Но если вы спросите жителей, то мало кто сможет объяснить, осязать, что это такое для него. А вот эта выставка показывает, как СМИ работают, и как СМИ показывают, что происходит в регионе по реализации национальных проектах. Это касается каждого из нас, любого жителя. И особенно важна сегодняшняя тема. Помимо этого, безусловно, на площадках будут жаркие дискуссии. Быть или не быть традиционным журналом и газетом. Что такое интернет и как работать в интернете. Как правильно давать информацию. Есть различные точки зрения, есть различные реализационные политики. И при таком общении ребята после этого действительно приезжают к СМИ и приносят что-то новое в свою работу. На сегодняшний день в Вологодской области один из главных направлений нацпроектов – это демография. Очень много мер поддержки, которые реализуются в этом году на Вологодщине и будут продолжены реализовываться и дальше. Это введение льготной ипотеки при рождении первого ребенка. Это новый проект «Первый раз в первый класс», когда все первоклассники получают вот эти красные наборчики уже на выпуске в детском садике. И это коробка для малыша под названием «С днем рождения малыш», когда мамочка выходит из роддома и у нее уже в руках есть набор принадлежностей, ну так сказать, на первое время. Все эти проекты, они в течение всего года были освещены в средствах массовой информации, вышло много программ на телевидении, даже блогеры в инстаграм-каналах делали свои видеообзоры на все эти продукты и набрали достаточно много просмотров. Поэтому мы и дальше будем реализовывать эти проекты и будем освещать их в СМИ. У нас огромный объем проектов по направлению безопасные и качественные автомобильные дороги. Больше 200 километров было отремонтировано в этом году, еще огромный фронт работы в следующем году. Без информационной поддержки донести до населения все эти проекты было бы сложно. И объяснить, почему, например, эти карандаши, эти ручки, эти тетради были положены вот в эту маленькую папочку. Потому что они все российские производители, российского качества. Конечно, без социальной рекламы, без того видеоконтента, который делают у нас блогеры, интернет-телевидение, было бы сложно до пользователей интернета донести все инициативы. Поэтому вологодские журналисты точно молодцы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова